Вы любите запах новых книг? Чем они пахнут? Приключениями, загадками, любовными историями, тайнами, переживаниями. Каждому из нас книги дарят свои личные, интимные ощущения. Именно в этом кроется сакральная близость читателя и писателя. Они, как два возлюбленных, сливаются в порыве страсти, но их роман — недолог. Он заканчивается на последней странице эпилога. На этот раз нам предстоит разгадать одну детективную историю, в которой замешаны книги, женщины и драгоценности. Гранат. Посмотрите, какой он красивый. Его называют камнем страсти, талисманом влюбленных. И он как нельзя лучше подходит той, кто рождает из-под своего пера невероятные сюжеты, кто делает историю по-настоящему живой. Я не пишу любовные романы. Соответственно, это и стойко-приключенческие романы, которые интересны всем. Они не только увлекательны, они еще и познавательны. Я рассказываю много на своих страничках именно о истории. Например, когда я писала о пиратах, я год училась в военно-морской академии. Меня консультировал преподаватель из этой академии. И благодаря нему, конечно, я смогла написать. И поэтому, да, я глубоко изучаю тему. Я считаю, что если человек взялся что-то делать, он обязан это либо делать хорошо, либо никак. Я предпочитаю делать как. Марина Линник. О таких говорят писатель новой формации. В своих книгах она опережает время. Опираясь на историю, создает фантасмагорию. Читатель, утопая в кружевах сюжетных линий, улетает из привычных будней в мир полной страстей и приключений. Почувствовала, что мне что-то в жизни не хватает. Не хватает какого-то ухода именно из мира реальности, какой-то неведанный мир, интересный мир. И я поняла, что, видимо, это связано с тем, что мне действительно не хватает именно работы над книгой. Я начала писать второй роман. Кстати, он назывался «На перекрестке двух миров». И именно эта книга, она и послужила, скажем, тем перекрестком в моей жизни. Потому что именно при написании этого романа я поняла, что я больше не хочу работать в банке. Я хочу дальше продолжать писать. Мне это больше интересно, меня это больше привлекает. И я просто это... Ну, я просто поняла, что я без этого просто не могу. То есть моя жизнь, она с этого момента, с этого перекрестка, она стала... Я посвятил себя только книгам. Как натура страстная и увлеченная, а как известно, писателями становятся только люди с горячим сердцем, Марина вслед за написанием книг создала целый фотопроект, который наглядно иллюстрирует ее героинь, многогранных и необычных женщин. Это то смелая пиратка, то соблазнительная танцовщица, то бледная барышня из туманного альбиона. Мне для перевыпуска книги, которая называется «Реинкарнация», на обложке потребовалась женщина в костюме того времени. Из-за авторских прав я не имела права брать ничего, никого другого, то есть никакие фотографии другие. Соответственно, я попросила моего фотографа Тамару Антипину, чтобы она помогла мне осуществить ту идею, которая возникла у меня в голове. И когда мы начали снимать, делать несколько фотографий, у нас вдруг возникла такая мысль, а почему бы нам в жизни не воплотить то, что я написала, например. Ведь это же интересно, то есть здесь я пишу, я просто как-то в своей голове, и вдруг это вот эти мысли их выложить, видно, на фотопроекты. Плюс после того, как мы сделали первый фотопроект, это был посвящен книге «Распады за грехи». Мы тогда снимали под Середняково, есть киногород, и мы как раз снимали вот там, снимали. Я сделала еще и мини-ролик. То есть для чего я это делала, мини-ролик? Ну, дело в том, что для кого не секрет, что сейчас молодежь, к сожалению, стала меньше читать. И чтобы рассказать о книге, чтобы заинтересовать читателя, я делаю такие вот небольшие буктрейлеры. Выпуск книги – это всегда коллективный труд. И в этом вопросе важно найти команду единомышленников, тех, кому будет близок взгляд автора. Марине в этом смысле повезло. С ней работают не просто высококлассные профессионалы, а в первую очередь преданные поклонники ее творчества. В ее книгах всегда есть одна героиня, женщина. И образы все разные. Наверное, скорее всего, остановлюсь на балерине. Ну, для меня как бы все эти образы, они чем близки? Чем сложнее была съемка, тем они ближе для меня самой. Героиня нашей детективной истории – не только талантливый писатель, красивая женщина, но и увлекающаяся натура. Она имеет не менее десятка хобби. Одно из них – коллекционирование полудрагоценных камней. Знакомьтесь, это родонит. Говорят, что его задача – украшать жизнь, приносить эстетическое наслаждение, радовать глаз и оберегать семейный очаг. В детстве Марина получила классическое образование. Изучала французский язык, училась в верховой езде, игре на фортепиано и балету. Позже была экономика и юриспруденция, престижная работа в банке и личная драма. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так родилась писатель Марина Линник. Сегодня она рассказывает в своих романах истории о сильных женщинах, которые пережили предательство, измены, одиночество, но сумели сохранить в себе самое ценное – способность любить. В каждой героине она живет сама по себе, но в каждой героине есть частичка меня. Все мои женщины – это все сильные, уверенные в себе женщины, которые не сдаются, которые, несмотря на какие-то там невосполнимые потери, они все равно добиваются той цели, которую они перед собой поставили. Ну, конечно, ближе всего, естественно, героиня, которую в книге «Реинкарнация» это одна из моих любимейших книг. Те, кто знает меня, говорят, что это моя автобиография здесь прописана. Не скажу как, не скажу почему, но просто я говорю, что люди, которые меня очень хорошо знают, они прочитав, что сказали, «Ты, Марина, ты писал о себе». Действительно, эта книга – вот моя автобиография. Эта книга – историко-мистический роман в эпохе Генриха VIII и его женитьба с Анной Клевской, и последующий развод, и новая женитьба на Екатерине Говард. Вот это как раз книга, и причем эта книга не только как бы о непосредственно том времени, но она переключается с нашей современностью. Почему именно «Реинкарнация»? То есть моя героиня, которая живет в современном мире, она внезапно вспоминает, что у нее была другая жизнь, и чтобы пережить эти свои кошмары, которые у нее пришли, она должна прожить эту жизнь заново. Для одних мама – это строгий критик, но для Михаила, сына нашей героини, студента юрфака МГУ, который делает первые шаги в литературе, мама выступает в первую очередь в качестве… вдохновителя. Все книги по своему характеру, по своему стилю уникальны. Но ближе для меня я считаю, что это пока бог спит, потому что в нем сочетаются исторические моменты, культурные, философские моменты. Книги моей мамы, они достаточно философские и достаточно углублены в определенные темы. Больше книги моей мамы подходят людям, которые уже где-то 40 лет, которые ближе к тому времени, когда люди больше читали и больше изучали, которые хотят узнавать и что-то изучать. Агат – один из самых таинственных и загадочных камней на планете. За его красотой и мерцанием кроется энергия мистики и волшебства. Наверное, именно поэтому Агат так близок нашей героине. Впрочем, как и дом Николая Гоголя в Москве, где она регулярно проводит творческие вечера, литературные встречи и озорные капустники по мотивам своих произведений. Среди столичной московской интеллигенции поговаривают, что кастинг на проведение мероприятия в знаменитом доме проводит лично Николай Васильевич. И не все могут там прижиться. Однако у нашей героини и классика русской литературы как-то сами собой сложились теплые отношения. Дом Гоголя и Марина Линник – это такие атмосферные явления. Как и сам Гоголь, он умел вокруг себя создать атмосферу. И сам такой был человек, который, в общем-то, притягивал просто магнит. Так и Марина. Каждая ее книга – это не просто литературное произведение, оформленное в обложке. Это целый мир, вокруг нее друзья. Это спектакли, которые она организует своими друзьями. Это кинопоказы. Марина и своими книгами, в которых много очень действующих лиц, и она их коллекционирует, она из них создает театр, она ими разыгрывает их, как на шахматном поле. Вот так и Николай Васильевич, он играл. Он в своих романах, он с людьми, с событиями. Так что дом Гоголя ее принял с распростертыми объятиями. Тема этого капустника проходит в лучших традициях Гоголя. Ожившие картины и ночь перед Рождеством. Прошу заметить, что если бы не я, русский промышленник, леценат, не приобрел бы эти ваши портреты в Париже за 800 рублей, и не подарил бы вместо мужчин, никто бы о вас никогда не узнал. У мистики много своих негласных законов, которые куда сильнее законов физики и математики. Как бы парадоксально это ни звучало. К примеру, в какой-то момент в романе нашей героини «Кровь дракона» реальные и виртуальные миры начинают сливаться. На страницах произведения появляются привидения, не менее реальные, чем живые персонажи. И неожиданно возникает аналогия. А не являемся ли мы такие уверенные в собственной непогрешимости, вознесшиеся в гордыне всего лишь эфемерными привидениями на земле. Я ее вижу как будущего сценариста, как создателя фильма художественного. Я ее вижу как режиссера даже постановки своего художественного фильма. И, конечно же, ей надо сняться будет в главной роли этого фильма. Это обязательно. То есть я ей этого желаю от всей души. А может, за всем этим кроется желание автора прожить несколько жизней, попробовать себя в разных ролях. Может, и так. Марина выросла на книгах Майнрида, Агаты Кристи, Джека Лондона и многих других писателей. Своё творчество она начинала с исторических романов, но не так давно поднялась на ещё одну ступеньку. Мистика — непростой жанр. Чуть пережмёшь, и станет похожа на сказку. И читатель будет сомневаться в правдивости повествования. Очень немногим писателям удавалось соблюсти равновесие, искусно вплетая мистическое в нить повествования. В Марине литература — это очень много историй, фантазий. То есть это такие увлекательные книги, но они не такого простого чтения, как бы бытового. То есть они требуют такой и даже какой-то соучастия, мыслительной работы, сопереживания этим книгам. Но они, мне кажется, очень интересны тем, что человек представляет себе и историю через собственную призму, через своё впечатление. Поэтому, мне кажется, в этом вот как-то уникальность. Ну, то есть практически можно было бы назвать Марину Жюль Верном. Отец нашей героини — инженер вертолётной техники, мама — музыкальный педагог. В их доме всегда было много книг, но, конечно, любимыми стали произведения дочери. Очень мне понравилась книга «Реаконация». Мне понравилась, из фантастических, мне понравилась «Потерянная во времени». Мне очень нравится её книга о войне, вот это «Потерянное детство». Это просто щемяще. Вы знаете, читаю, я вот сколько раз перечитывала, это просто. И она, конечно, молодец, что она пытается в разных жанрах себя найти. Да, вот она попробовала фантастику, она попробовала мистику. Это тоже хорошо, понимаете? Потому что человек не должен зацикливаться. Мы же не можем играть только одни произведения, классические, Бах, Гайден, Моцарт. Мы берём и современные, мы любим хендемиты, там играем. Вот, так же и в литературе. И снова давайте вернёмся к самоцветам. На этот раз выберем камень Карбарунт. Он считается пустым, то есть не несёт в себе каких-то магических свойств. Однако пустое рано или поздно обязательно чем-то наполнится. А именно тем, что вложит в него владелец. Злость и обиды, любовь и счастье выбирать каждому из нас. Наша героиня уверена, что Карбарунт помогает именно ей добиться желаемого успеха. Результат таков. 13 книг, десятки наград, сотни преданных читателей по всему миру. Её изюминкой как писателя стала глубокая психологическая проработка каждого персонажа. И какие бы мистические сюжеты не закручивались, как бы не были страшны потусторонние силы, главными на страницах книг Марины остаются всё-таки люди. Высокое владение русским языком и отточенный стиль повествования делают своё дело, помогают читателю взглянуть на себя с другой стороны. У неё очень правильная речь. Это отмечают все критики, которые читали, ознакомились с её книгами. Они прям специально это подчеркивают, что очень правильная речь, поставленные предложения. Я бы сравнила с признанными классиками прошлых лет. Это и Майн Рид, и можно даже с Хаггардом сравнить исторические вещи. По мнению президента гильдии книжников, руководителя торгового дома «Библиоглобус», самого известного и уважаемого книготорговца страны Бориса Семёновича Есенькина, у писателя Марины Линник большое будущее. Она идёт в ногу со временем и находится в постоянном диалоге с читателем. Считаю, что в настоящее время произошло самое тяжёлое и страшное. Каждый сам по себе. Писатель сам по себе, издатель сам по себе, и мы сами по себе. То, что было раньше, я всё это проходил, я помню хорошо, сейчас это полный разрыв. Писатель должен постоянно присутствовать в точке виртуального и такого, и такого, и такого. За всей этой лёгкостью, изысканностью и элегантностью нашей героини, желанием нести красивое русское слово в массы, говорить со своим читателем о сложном, просто и доступно, кроется высокая миссия. Знаете, самая главная, наверное, моя задача как писателя, это сделать жизнь читателю немножечко легче. Потому что каждая книга, она в основном заканчивается позитивом и даёт надежды читателю, что несмотря на проблемы, нет такого, у которых не было проблем, что несмотря на эти проблемы, жизнь продолжается, люди двигаются дальше, можно преодолеть любую боль, можно преодолеть любые препятствия, любые преграды, но стать счастливым. Издание Марины Линник – это книги впечатлений, они окрашены полутонами. Каждая, как драгоценный камень, неповторима и многогранна. В этом фильме мы попытались рассказать вам о таинстве сотворения книги, как одной из сакральных частиц мироздания. Открывая одну из книг Марины, не ждите в финале ответов на все вопросы. Такого не случится, но, возможно, получится иное. Книга продолжит жить в вашей фантазии, и окружающий вас мир неожиданно обретёт более глубокое философское осмысление. Попробуйте, прочитайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова